Миф о безоружной стране Миф о безоружной стране Миф о безоружной стране В стране уже насчитывалось 57 авиационных заводов, на которых было занято 250 тысяч человек К концу 1939 года военный авиапарк Сталина составил 12 тысяч машин И превосходил общую численность самолетов всех участников начавшейся мировой войны Красная армия имела на вооружении 14 тысяч 500 танков И ровно в два раза превосходила армии Германии, Франции и Англии вместе взятые Только танков БТ было произведено больше, чем танков всех типов во всех странах мира За последние предвоенные полтора года доля расходов на оборону в бюджете Советского Союза Увеличилась с 26 до 43% Эти финансовые ресурсы, созданные трудом многомиллионной армии колхозных и гулаговских рабов Превращались в гигантские горы оружия Выпуск военной продукции в это время более чем в три раза опережал общие темпы промышленного роста Результат был ошеломляющим На 22 июня 1941 года безоружная страна имела на вооружении 25 тысяч 886 танков 24 тысячи 488 боевых самолетов и 117 тысяч 581 орудия Что касается тех, кто этой техникой должен был управлять, то здесь проблем не было Людские ресурсы огромной страны не шли ни в какое сравнение с любой страной Европы О них можно было и не думать, и не считать Впрочем, Сталин никогда об этом и не заботился Впрочем, Сталин, Сталин, Сталин